доброе утро страна вот так я себе вижу сверху сейчас я отвела ребенка в сад и иду бреду в поликлинику куда еще мне идти с утра не успела накраситься зато успела помыть голову и даже почти успела высушить но не до конца хорошо лето можно из мокрой походить ой какие кошки смотрите кайфует лежат тут сестрички наверное иду сейчас буду пытаться пробиться к своему гинекологу чтобы взять направление на узи съела один банан больше ничего не успела иду умираю от голода очень хочется кушать я получила свое направление на узи правда она будет только через 10 дней это получается в 37 с копейками недель ну ладно если у меня не будет так ничего сильно болеть то дождусь а если вдруг чего пойду сбегают ладно вот так то все хорошо просто тревожно ну как раз 37 смотреть вот и в общем еще гинеколог настояла и выдала мне направление на консультацию в 1 перинатальный центр у нас в городе что типа может они меня возьмут рожать вот чтоб я съездила я говорю но у меня же не такого так скажем отягощенного анамнезу не попросту рубец давай ты съездишь рассказала окей так что не дали это направление надо записаться тогда поеду сначала туда но потом если по мне не возьмут не договорюсь и тогда кронштадт просто почему я хотела кронштадт во первых туши там было ты знаешь что там и как во вторых потому что это близко к нам то есть это полчаса но если вдруг что вызвал скорую через полчаса ты уже в кронштадте а до этого первого перинатального это другой конец города я не знаю на скорость мигалками за час наверное доедешь если что потому что это прям километров 60 от нас и половина пути это по пробкам ну планово можно да ну короче посмотрим как туда на консультацию ехать тоже вопрос как добираться на электричке на такси в город поеду сейчас приду домой и позвоню но первым делом я должна поесть я голодная не знаю кто привет красотка как дела ты греешься тут да скажи покормила бы лучше чем разговаривать меня нету ничего все хорошо тебя да пока пока такой кошек красивых он еще одна воду пьет нас кошек реально очень много ой и еще одна пьет собак вот нету бездомных а кошек целая куча мы вернулись домой я пошла за ребенком в садик решила на полчаса пораньше его забрать не что-то как-то сработать туго идет я становлюсь уже такой знаете медленный и вялый не доделала сегодня кое-что по работе что надо было завтра это дело что немецкого касается вот сейчас буду кормить артёшу а я его в общем забрала из садика а когда я вышла на площадку смотрю артёша напали на гуляет а поскольку я пошла за ним на полчаса пораньше они как раз полчасика и погуляли вот сейчас артемий поезд и мы пойдем на тренировку по роликам а потом вернемся и снова будем гулять на площадке главное мне дайте туда и сюда потому что это теперь конечно сложная задача так что я приготовила сегодня я просто отварила гречку и запекла курицу в духовке даже еще не доставал сейчас артемий я тебе самый вкусный кусочек дам курочка мне пахнет потому что я тут раскрыла очень вкусно я тебе вкусные нежные кусочки дам Нет, кусочек одеть. Нет, парочку. Ты что? Такая вкуснятина. Ты же сейчас и на роликах, а потом еще и гуляйте, Полина. Тебе сил-то надо побольше. Должен как следует поесть сейчас. Огурчик тебе еще нарезать? Огурчик, да. Нарежу, хорошо. Так, садись кушать. Только аккуратно. Это курица горячая. Ты, наверное, пить хочешь, как обычно. Правильно? А давай возьмем воду с собой. Воду? Да. Ой, что-то я тебе не... Не видно. Воду, да, конечно, я возьму тебе на тренировку. Полчаса у тебя здесь на виду. И 20 минут. Нет. Ой, чихай, это хватает. Полчаса и 20 минут. Вообще идти до тренировки, мы когда на самокатах с ним добираемся, ну, да, и вот этого места. На самокате это, ну, 5-6 минут, наверное. Пешком в нормальном темпе максимум 15 минут. Я сейчас тащусь. Мы идем около получаса, потому что я медленно и медленно. Так, мультик. Опять про Леди Баг будешь смотреть? Да. Леди Баг чуток, так, Леди Баг чуток. Артемий сейчас любит смотреть про Леди Баг и Супер Кота. Так. Новое что-то. Да. А я пойду стиралку разгружать, она как раз постирала. Сегодня у Артемия практически индивидуальное занятие по роликам, многие дети на сборах в Кавголову, поэтому пришло их двое, но как раз занимаются, будет больше им внимания. А тренер сегодня Константин, тот, который в основном у Артемия лыжи преподает чаще всего. Так что мы тут. Я, как всегда, на своей любимой скамейке. А вот это здание, кто спрашивал, это наша администрация. Вот с этой стороны администрация, вот с той стороны ЗАГС, соответственно, там и Женя, это свидетельство о рождении выдают, с той стороны кинотеатр, а с той выставочный зал. Вот, я была везде, кроме выставочного зала, не ходила туда. Ну, все, детки покатили. Я буду тут наслаждаться. Причем, пока мы гуляли с Полиной, я замерзла. Я в платье была и в джинсовке. Думаю, да, я оденусь потеплее. Надела толстовку, джинсы и джинсовку взяла. Ну, потому что на скамейке сидеть. Мы выходим из дома, голубое небо, светит солнце. Естественно, мне стало жарко. Какой-то закон подлости. Но к вечеру, наверное, попрохладнее станет. Это не нормально, потому что сейчас вот он откатает, а потом я ему еще обещала час-полтора погулять на площадке. Я реально, девочки, я знаю теперь всех местных бабушек. Со мной теперь все здороваются, потому что я сижу, обычно болтаюсь с няней Артешиной. А она знает всех. Ну и, соответственно, все начинают тоже уже со мной здороваться. Типа я ее знакомая. По именам не знаю, но в лицо теперь знаю вообще всех-всех. И все эти бабушки считают по форме живота, что у меня будет мальчик. Я не знаю, кто там будет. По форме живота у меня арбуз будет, по-моему. Ой, вообще. Так, так уже давит на мочевой пузырь. У меня такое ощущение, как будто это не 36 недель, а уже почти все 40. И сегодня очень часто треники у меня раз, я не знаю, 30-40 за день уже было. Так дыхание перехватывает. Ощущается это безболезненная такая штука. Просто каменеет живот. И, ну, как голова кружится, перехватывает дыхание. И идти не можешь, если ты идешь, потому что, ну, матка вся такая каменная, и она на все давит. Ой, я не зря оделась. Вот так с ветерком-то было прохладно как раз с водой. Я уже мечтаю, как мы будем ходить на эти тренировки с коляской. Я буду быстро идти. И буду тут потом сидеть, колясочку катать. И Артемий будет кататься. Или буду тут по магазинам окрестным ходить. Тут удобно как раз до всего дойти. А сейчас у меня нет сил идти по магазину. Хотя хочется. Хочется, хочется. Я хочу. Мне, короче, надо в Леро. подобрать стройматериалы. Мне надо фикс прайс. Очень хочу. Мне надо съездить в банк, в котором я оформляла кредитку, которой мы с Алишером пользуемся. Потому что последнюю неделю мы ею не пользуемся. Алишер ее потерял. Она была у него. Я ею платила через интернет, но у меня все данные были. А у него она лежала в кармане. И, короче, она исчезла. Ну, я не знаю, потеряла. Ну, где-то на улице или как. Но мы ее заблокировали на всякий случай. Она не нашлась за неделю. Поэтому я хочу съездить. Я вообще хочу открыть две... Ну, как бы на один счет прикрепить две карточки, чтобы и у него была физическая карта, и у меня. Потому что раньше я Apple Pay платила этой картой. Было очень удобно. А теперь я везде Сберовской плачу. И вообще никаких бонусов особо. Потому что вот эти Сберспасибо, это ни о чем по сравнению с кэшбэком по кредитке. Вот. В общем, ее надо разблокировать и оживить, потому что там еще тысяча рублей лежит у меня бонусно. Вот. Хочется ими пользоваться. Короче, дел много. Машина едет просто... Ну, это не парковка, это площадь перед администрацией. И тут иногда проезжает машина. Нарушая правила, естественно, гонят. Тренер всегда кричит детям, стойте, если едет такая машина. Вот. Так что дел у меня много, а времени у меня мало. Мы нагулялись, мы пришли домой. Мы поужинали и будем сейчас ложиться спать. Поэтому я хочу с вами попрощаться. До завтра. Пока-пока.